так ну что ребятки я вернулся не знаю щас надеюсь не будет у нас никаких эхо не ехо собственно что сейчас будет интервью маленькая у нас с игроком из прошлой игры это корона tower игрок который меня не перестает удивлять спросим как у него дела на самом деле не готовился ни к какому интервью но я думаю что поговорить с человеком который хорошо играет доту и интересно пикает всегда за радость что давайте мы позвоним к не берет трубку алё здорово алё алё привет привет ну что готов к интервью да конечно я на самом деле сам несколько не готовился но думаю что ребятам интересно будет послушать тебя а я готовился месяца это здорово ну это здорово но слушай я думаю что стоит начать чтобы о том что кто ты где-то и вообще чем занимаешься помимо доты и вообще где живешь сколько лет мне 21 год живу я в таганроге зовут саша вот с первого числа у меня защита диплома потом сборы на военную кафе это если кому интересно занимаюсь я профессионально шахматами также работаю не вере ну слушай я вот часто свои игры вернее не свои игры вообще игры в доту сравнивают с шахматами потому что ну покрай мне это вообще ну другое ну я поднимать другое может как-то ну нужна же стратегия что в одной игре что в другой и эту стратегия да но только она абсолютно отличается то есть ну совершенно раз да и думать можно как-то какого-нибудь другого капитана и ну и все как бы хорошо у меня еще такой вопрос возник у вас в команде капитан назначен один но пикаешь всегда ты как бы пикаю всегда я до капитан другой потому что у меня иногда нет времени заниматься выяснением когда будет игра или там я прошлом целый был капитан один но капитан все таки ты как лидер ну естественно ну да это здорово очень интересно как тебе прошлая игра было тяжело ты сразу понял что ты пик выиграл но было то что потяжело как бы просто отыграли мне кажется без ошибок ну естественно там были какие-то мелкие но не сильно ну да есть мы выиграли выиграли поп в ноль на миде как бы шейкер с вертолетом ничего не делали но как бы я получал левел sky получал левел как бы везу я терпел просто единственная твою ошибку я видел то что ты остался ну вот в самом начале я иногда прокликать я ничего не стал писать там типа по поводу латта или бот был не тот ну короче это никак не являло бы на игру то что это в один раз умер ну да я согласен ну что какие у тебя ожидания вообще от игры я понимаю что есть желание да и есть желание пройти есть возможности но вот к сожалению администрация не дает побыстрее сыграть dcl потому что не знаю кстати даже с чем это связано ой dcl айдл просто вот сегодня можно было бы сыграть там несколько игр да там к примеру то есть чтобы вот мы сыграли да там все таки озеров винера бы сыграли тем более ну вас 100 процентов 90 процентов все дома сидят вот там смену бы кого-нибудь сделали бы да сыграли бы и ну по сути да можно было там ну за 3-4 дня провести а не затягивать играя там по 2 по 2 катки в день как сейчас вот из-за этого у нас мидер не может играть ну поэтому у нас постоянно составят какие-то ментальные там пике и так далее вот я потом не смогу сыграть потому что у меня диплом потом сборы соответственно я понял я думаю у большинства команд тоже наверно такое то что им неудобно потому что когда им отменены назначают время газа было практически если бы капитаны бы договорились там в какое время и но слушай что вот они готов на админов тоже гнать смысла не вижу потому что вот мне грубо говоря тоже говорят там 8 часов я уже готовлюсь к этому времени чтобы прийти чтобы постримить и собрать вот так вот всех игроков стримеров самим быть но это довольно таки тяжело тем более в в наши то дни когда ну это же dota 1 а не 2 там все гораздо проще хотя бы как я не знаю по интерфейсу хотя бы вот хотел бы хотел бы спросить еще про прошлые игры это с rdtb команды играли а да было такое ну я сразу я не смотрел я не смотрел игры поэтому мне просто интересно твое мнение почему вы проиграли проиграли потому что по скилу проиграли потому что там может быть по пику или проиграли потому что нет явно не по скилу в первую игру я пик залил там ну вообще в ноль хотел ну тинкера тренировал для идейла чтобы как-то разнообразить вот ну и решил его пикнуть естественно в первой игре там но он никак не заходил потому что там слишком много героев было который его контроль причем я его взял там на вас пик хотя ну он вообще не заходил никак вот и соответственно первую закинули во второй у нас был хороший старт то есть мы там трипл килл забрали на руне его забрал скаймак он жестко буснулся из-за этого как бы ну дальше сноубол у нас поехал то есть минимум ошибок но из-за того что скаймак забрал и у него соответственно там его его лапнулся и ну и все хорошо себя чувствует то есть но эту игру мы соответственно не отпустили а в третьей игре у нас там было три таких вот решающих ошибки из-за которых мы собственно говоря и проиграли ну а одна была там где я на джаггернароте прыгнул на снайпера а у меня маны на ульту не хватило вот там еще одна была такая ошибка когда кунка хускайра посадил на крест и во время того как хускайр рультовал он его вернул а крест не сработал естественно вот и последняя ошибка такая когда у меня было там что-то 5000 денег по моему я ну на бэкбэк оставлял и хотел купить мкб вот но по сути мне хватало но я не взял то есть я прыгнул заку ультанул мне демиджа не хватило естественно я бы бэкнулся и мне еще хватало на мкб тебе кстати не обидно то что постоянно джаггернаута пикуют тут я уже приводил статистику я думаю ты не слышал из 10 игр было пикнуто 8 раз джаггернаута я думаю что два метра это такая герой быстро разгоняется может стоять ну универсальный герой ну да я может есть много универсальных героев и меня радует кого ты сказал то что я вот тренировал тинкеры это очень круто то что кто-то пытается разнообразить потому что не всегда люди готовы играть против одних и тех же героев то есть вот джаггернаута 8 разбрали и из восьми раз четыре раза он проиграл то есть 50 процентов а учитывая вот эту игру которую вы только что отыграли это был пятый раз к вам проиграл джаггернаут винрейт где-то 40 процентов сейчас стоит ли пик и таких героев которые в принципе все знают как против них играть в том-то и дело то если бы все знали то их вы перестали бы брать вот поэтому такие герои как джаггернаут они ну их пикают чтобы вот в этом герое он там уверен да они ему взяли какого-то вот там джаггернаута или там кто еще там селедка какая-нибудь может да то есть он знает игрок что на нем делать в зависимости от ситуации от всего знает что делать герои там быстро разгоняются ну универсальные опять таки вошли в мету то есть поэтому ничего необычного и поэтому эти героев постоянно берут потому что знают что на них делать вот ну слушай я бы посоветовал к тинкеру брать мишку очень хорошая стратегия играть кого мишку ну этот блять с алимента с алиментами да очень хорошая стратегия ты всегда в драку можешь ворваться просто на медведя не расстроит с той же серии можно и тамбу взять на тамбу прилетать что угодно можно можно кунку взять но я просто играл помню очень давненько и нас вот разъебали на том что тинки просто на медведя творил такой такие чудеса что ничего не смогли с этим сделать но это уже все это я понимаю что это все наигрывается и это наигрывается не одним днем и думаю что просто есть вариант попробовать будет вот я ну может быть есть если успеем сыграть щеку контину до того как все разъедутся у нас у нас один работает вот я уезжаю и ну непонятно что делать кстати еще по обмену что затягивать по поводу лозер сетки мне удивило что там всего лишь одна игра играется не обидно ну да это странно как-то но даже бо 1 это такое то что ну ты можешь пик проиграть да или там чего-нибудь такое и или какой-нибудь какая-то ошибка будет жесткая после которой ну игра пойдет ну просто в ноль и без шансов и ты даже камбэк тут никак не можешь поэтому внутри как бы на мой взгляд справедливо то есть ты одну там случайным образом проиграл да а у тебя есть какой-то хоть минимальный камбэк или ты там не знаешь своих оппонентов или думали новое вот на первую игру они раскрылись а дальше ты уже знаешь что такого не будет и там меру знаешь что берут соответственно ты уже как бы готов ну что ж был рад с тобой пообщаться на самом деле как игрок серьезно симпатизируешь потому что давно смотрю слива цемки как ты играешь какие у тебя пики но не скажешь что ты далеко отходишь от этой меты который идет но все-таки иногда удивляешь и меня это радует в общем удачи желаю тебе и твоей команде с удовольствием буду следить за вашими играми и спасибо что я не было тоже очень приятно пообщаться передай привет и я пожалуй закончится бы если есть желание кому-то передать сейчас напишу в конку а это передаю привет там гордый ногу все все давай если посмотрит давай удачи ну что ж с нами был игрок граната ура тем временем у нас началась еще игруля игру ли то очень интересно и вот тут кстати так и не переключил кто у нас с кем вот эти вот картиночки я думаю что нужно скинуть с наших экранов коней всяких людей я двигаю совсем не то так вот не буду я вставлять такие картинки которые были у нас карты у нас открытая а там тут ролики у нас были паролом по моему минидж выиграл если я не ошибаюсь все нас переливали так что ж ребята надеюсь вам понравилось интервью карната ура не знаю насколько хорошо было слышно плохо я пока наверно запись перезапущу чтобы отдельно это скинуть